Что из того, что я вот здесь рассказал, оказалось интересным? Ой, все, да. Вот как я сейчас уже сравнение провела, например, у меня, например, чешется лопатка, он как-то чесала спина. И вот мы так друг друга, например, так получали какое-то взаимодействие. После того, как я научилась сама себе чесать, он сам себе чесает, то вопрос, а зачем? Зачем вообще тогда быть вот людям, вот так вот, как сейчас живут, так живут, так в пол, и так друг с другом там живут, и вот там сидят под одной кроватью, и вот взять. Потом вот когда, не знаю, вот у них же, когда то, что тебя их притягивала, разрушится, они вообще не нужны, для чего вообще люди живут вот так вот вместе? Во-первых, каждый человек – это не статичная структура, да? То есть каждый человек находится в постоянной динамике. Даже если он всю жизнь лежит на диване, он находится в динамике, во внутренней динамике. Внутри него есть какие-то процессы. Человек не может остановиться, он всегда в поезде своей жизни. Он всегда живет, он всегда развивается. Иногда это внутренняя динамика, иногда это внешняя динамика. Другой человек и отношения с другими людьми – это колоссальный источник расширения Вселенной. Когда индивидуальности соединяются, появляются новые опыты, появляется расширение опыта, появляются новые конфигурации опыта, происходит цветение, происходит расширение потенциала, происходит творение в самом прямом смысле этого слова. Есть простой математический пример такой, который показывает, в чем разница между целостными отношениями и нецелостными. Если 0,9 умножить на 0,9, то получится число какое? 0,87, да? 1, да, 0,81. Меньшее, чем изначальное. Но если 1,1 умножить на 1,1, получится 1,2,1. Большое, чем изначальное число. В чем здесь суть? Есть два способа проживать жизнь. Это выживать. И выживающие люди постепенно уменьшают свой собственный потенциал, деградируют. Инволюция, закат. И празднование. Когда два человека разделяют друг с другом, празднуют свою целостность, и происходит развитие, происходит увеличение, происходит расширение. Когда говорится, что Вселенная расширяется, это не только про планеты, это про количество и разнообразие опыта, который два человека могут породить. Третий вариант был, когда 0,9 и 1,1. Давайте умножим. Кто быстро умножает? Ну да, 0,9,9. Это почти как бы... Как тогда вы искаете? Практика показывает, что мир устроен на принципе вибрационного соответствия, на принципе соответствия энергии сознания. Мы завтра будем говорить о трех видах сознания и о вибрационном сотрудничестве, синхронизации между людьми и между разными планами нашего сознания, когнитивного, соматического и полевого. Так вот, все то, что находится в резонансе, работает друг с другом. Все, что находится не в резонансе, друг с другом не взаимодействует. Поэтому вариант 0,9 и 1,1, со временем этот вариант просто не будет находиться во взаимодействии, этих людей разведет. Целостные идут к целостным, нецелостные ищут нецелостных. То есть, ну вот так это работает. Это значит еще и что? Важный момент. Нам иногда кажется, что жизнь поступила с нами несправедливо. Мы такие хорошие, чудесные, добрые и целостные. Но нам дали жертву или наоборот тирана в отношении. Человека тяжелого, плохого, муж вечно лежит на диване. Сегодня просто на телеканале было. То, что типа вот, а если там муж подлец лежит на диване, а ты семь детей с работы пришла, а он на диване лежит. И как тогда быть? Вот такого не бывает. Если вы попали в отношения с каким-то человеком, ведь отношения достаточно устойчивые, то значит, что вы по своему потенциалу целостности примерно одинаковы друг с другом. И ваша динамика, самое важное, имеет возможность для изменения. У вас одинаковый, и вам нужно путь пройти для исцеления этих отношений, для изменения в этих отношениях. Вот в чем история. Никогда не бывает так, что один кто-то там тянет на себя, а другой весь такой бедный, несчастный, хочет просто хорошего отношения к себе. Нет. Вообще, человеческие отношения, это, ну, как я уже сказал, самый большой источник творчества именно по вот этой причине. Потому что если два человека разделяют свою собственную целостность, они всегда разделяют собственную целостность, даже если думают, что они неполноценные. Просто они пока еще не успевают это как бы задействовать, но у них у всех есть этот потенциал. Нет нецелостных людей, есть люди, которые не признают собственную целостность и живут из страха. То, когда люди разделяют собственную целостность, появляются новые конфигурации, появляется расширение, появляется, ну, там, самый простой, это, там, ребенок, например, да, в отношениях семейных. Появляются творческие плоды и так далее. Когда в нашу поле входит другой бог, другой бог, это умножение, которое индивидуальность на индивидуальность порождает еще большую индивидуальность. Появляется еще большее цветение вселенной. Вот в чем суть. Это как вот в саду, если посадить разные виды цветов, которые совместимы биологически друг с другом, и оставить. Со временем появятся новые типы цветов, происходят, произойдет кроссопыление, да, когда появятся какие-то новые сорта, что-то произойдет с ними, появятся новые расцветки, новые какие-то конфигурации, там, новые формы листьев, новые формы лепестков и так далее. Что-то произойдет с этим, произойдет процесс эволюции, да, развития, расширения, цветения вселенной. Вот что происходит. И отношение является основным источником развития, потому что если мы находимся в своем потенциале, без сравнения и без отражения от другого, мы не можем постичь свой собственный потенциал полноценно. Человек в целом, существовало социальное не только потому, что там биология так задумана, но потому что процесс творения начинается с разнообразия. И есть только один источник реального разнообразия, это другой бог в другом теле. Неважно, это просто встречный прохожий или человек, с которым мы жили всю жизнь, и вам уже он так надоел, так надоел, но почему-то вы с ним живете. Вы с ним живете, потому что ваши души и ваше подсознание знают, что внутри него скрыто что-то, и внутри вас скрыто что-то, что куда больше, чем вы ожидаете от этого. Поэтому никого нельзя никогда списывать си счетов. Те люди, которые есть в вашей жизни, так же духовные, так же божественные, как и вы, ровно в той же мере, на весах одинаковые. Иначе бы вы не встретились, иначе вы бы не встретились. Я это рассказываю для того, чтобы вы поняли, что природа страха базируется на иллюзии, о том, что у нас нету права ощущать собственную целостность. Нам кажется, что у нас ее в принципе нету. Нас так научили думать. Нас научили думать, что мы уязвимы и неполноценны. Нас научили думать, что наши чувства находятся в заложниках у других людей. Но нету никакой магической техники для того, чтобы вернуть себе целостность, потому что она всегда есть там. Но пропасть между нецелостной жизнью и целостной, пропасть между выживанием и доверием, это одна и та же пропасть. Потому что когда вы нецелостны, вы вынуждены выживать. Вы вынуждены носить доспехи, чтобы защитить свои зияющие раны, отвоевывать и воевать за ресурсы. Когда у человечества есть мышление нецелостности, им кажется, что в их стране нету каких-то ресурсов, в их жизни нет каких-то чувств и так далее. И они вынуждены воевать с соседями, с другими людьми за эти ресурсы. Вот что такое мышление выживания. Когда вы мыслите из доверия, то вы не можете мыслить из доверия, пока не обнаружите, что внутри вас есть все ресурсы. Человек не может доверять, пока не сфокусирован на своей собственной целостности. Нет, он может доверять, но целостность позволяет этому доверию расцвести. Поэтому то, что позволяет пересечь эту пропасть, и вот эта вообще пропасть, и является основным духовным вызовом для человечества. Как из мышления нецелостности и выживания шагнуть в мышление доверия и осознание собственных ресурсов, осознание собственной силы, осознание собственного блага внутри. И мастер, любой мастер в любой религии, это не тот человек, который там магию творит из рук, или исцеляет, или там встань и иди, нет. Это тот человек, который нашел источник блага внутри себя, и ему достаточно. Это человек, с которым приятно находиться, потому что он от вас ничего не ждет, он на вас ничего не проецирует, он не пытается углевать у вас какое-то ощущение. Он ему хорошо с самим собой. Он переехал на свой источник блага. Он доверился ему. Там вот в христианстве есть история Христа. История Христа это про что? Это про пересечение пропасти. Как пересечь эту пропасть? Он сказал, смерть физического тела для меня не страшна. Внутри меня есть любовь и благо, которые невозможно убить. Поэтому делайте со мной, что хотите. И это был интересный шаг доверия. И он открыл потенциал для других людей перешагнуть эту пропасть. Но этот шаг требует вот этой собственной первой смелости. Он требует попробовать посотрудничать с этим. Потому что если вы туда не пойдете, вы никогда и не обнаружите этой жизни. В этом плане темнота не может выйти за рамки темноты. Темнота не видит вот этих стратегий. Зло на планете, оно связано не с тем, что люди плохие. Они просто увязли в инстинкте выживания настолько, что они просто не понимают, как жить иначе. У них нет этого в карте реальности. Это просто темнота. Знаете, как в компьютерных играх бывает то, что там карта, она закрыта какими-то... Да, то есть темнота какая-то есть, и вы не знаете, что там находится. У них закрыты потенциалы для этого. Закрыты потенциалы для этого. Она слепа, и поэтому вынуждена руководствоваться инстинктом выживания. А инстинкт выживания предлагает очень скудный набор инструментов. Вы должны либо убить тех, кто забирает у нас ресурс, подчинить как-то себе, обезопасить себя от них. Либо настолько убежать от них, закрыться и никак не взаимодействовать, чтобы они тоже не могли этот ресурс как-то с помощью него манипулировать вами. Вот природа темноты. Природа темноты вне целостности. И по сути, чем жестче религия... Давайте так, я не про религии сейчас говорю, а про экзотерические внешние проявления, которые ложатся в умы людей. Здесь нету заговора. Никто не плохой. Все пророки, которые стояли в основе религии, обладали целостностью. Но сознание планеты таково, что оно опускает до своего уровня любое учение. От этого никто не застрахован. Чем жестче ощущение нецелостности, чем больше в религии зашита растождествленность с Богом, чем больше там чувства вины и стыда, тем агрессивнее способы, которыми эта религия действует для самозащиты. Это ни для кого не секрет. Что происходит? Система верования. Ребенок родился. Он... у него есть... Она еще не возникла там, но у него есть уже потенциал для травмы, что он отсоединен от Бога. Потому что он смотрит, и вроде как он его не видит. У него есть потенциал для травмы, что он отсоединен от других людей. И туда заботливо вбивают клинышки. Все, кому не лень. Да! Ты рожден во грехе, и ты не имеешь права ощущать себя любимым Богом. Ты должен заслужить это. А все то, что не подходит под наши правила, за это ты должен чувствовать стыд и вину. А стыд – это форма самоотрицания. Когда мы самоотрицаем, мы просто отрезаем части себя. Вопрос, когда мы отрезаем части себя и проявление себя, например, собственную силу, творческие способности, сексуальность, куда она уходит? Она отдается другим людям. В заложнике. Чем сильнее в религии подавлен стыд, допустим, сексуальность, тем больше преступлений на сексуальной почве совершают представители этого верования. Далеко ходить не надо. В католицизме обнаружили вот эти все случаи в монастырях. Ничего хорошего. Чем более авторитарно, скажем так, чем больше в религии поощряется идея разрыва человека и Бога, и там же как-то, там два клина выбиваются. Ты, во-первых, человек после грехопадения, то есть ты должен, твоя любовь, любовь Бога к тебе и твое право на себя условно, ты должен его заслужить и не факт, что ты заслужишь, потому что если ты вдруг расслабишься, тебя обвинят в гордыне, второй клин, тебя обвинят в гордыне, и ты тем самым опять станешь недостойным. Два клина, которые не дают человеку вообще почувствовать себя хорошо. Как легко человеком управлять? Вот эти два клинышка нужно вынуть в своем подсознании. Первый клинышек – это то, что я недостоин. Если я почувствовал себя достойным, это гордыня, и я недостоин. Допустим, это как в христианстве происходит, да? Ангела свергли за это. С другими людьми то же самое. Нас просто учат того, что другие люди другие, они управляют нашим состоянием, что другие люди в целом могут причинить нам вред, что другие люди обладают ресурсами, которые у нас нету, что другие люди, что мир полон угроз и так далее. И мы оказываемся в мире, в котором нету у нас понимания, понимания о единстве и нет понимания о собственном достоинстве. Но зато очень хорошо зашито понимание стыда и недостоинности. И вот это самоотторжение, самоотторжение, человек рождается как фонтан энергии, в нем есть все. Сила, любовь, стремление, творчество, вот он, пришел в мир. Там, где сильнее прорывает, там, обществу это не нравится. Потому что общество, не потому что общество плохое, а потому что общество тоже находится в состоянии нецелостности, им кажется, что если у человека сильно прорывается, то это потенциально опасно, потому что это может затронуть чьи-то чувства, а они же не могут управлять своими чувствами. Вот. Поэтому там накладывается запрет. Сначала запрет в виде должествования, но потом, когда он перестает работать, туда добавляют вину, туда добавляют стыд. Ты должен сам научиться отрицать свои проявления, только тогда ты станешь под контролем. Внедрить стыд, это возможность, по сути, сделать из полноценного человека калеку, духовного калеку. Вот что делает стыд. И после того, как человек упакован в стыд, этот человек становится прогнозируемым. Он становится социально приемлемым, адаптированным. И когда вот эти все способы самоотрицания, когда этот фонтанчик обрублен везде, где он сильно бьет, тогда общество говорит, добро пожаловать, что-то ты недостаточно творческий. Ну да, обделил Бог талантами, ну что делать? Ну как бы, не всем же быть. Ну вот так вот, да? Ага. Вот поэтому. Я здесь хочу обратить внимание в первую очередь на вот это первое растождествление между человеком и Богом, потому что это самая большая травма, которую наносит общество человеку. Условность любви. Любви. Условность любви. Ты не можешь чувствовать себя любимым и достойным, пока ты не докажешь это, пока ты не сделаешь что-то для этого. Она проецируется и на вот эти отношения между другими людьми. Оно проецируется и на воспитание детей. Это на все проецируется. Изначальная условность любви с Богом, она добавляет вот эти условия во все остальное. И вот когда сюда забиты клинышки самоотрицания, растождествленности с Богом, то тогда человек он уже не творец. Он собственноручно блокирует свою связь. Он собственноручно от нее отказывается. И вы представляете, насколько это изящно сделано? Представляете, насколько это изящно сделано? Это фантастика. То есть вот если бы сейчас нужно было бы спроецировать какую-то систему верования, в которой нужно было бы обесточить человека, убрать ток энергии внутри него, то вот это я бы сделал бы. Любой бы человек сделал. Перебить верхнюю и нижнюю чакру внутри него. Сверху убрать контакт с Богом и заставить ему стыдиться, сказать то, что сам факт его рождения, это рождение во грехе, он не имеет права иметь собственных желаний, потому что его желания являются неуместными или стыдными. Когда ты перебил верх и низ в человеке, у него нет права на контакт с Богом. То человек не существует. Он... Страх. Только страх. Нет, 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 нету заговорщиков. Инстинкт выживания. Человеческая часть в человеке. Человеческая часть в человеке. Взяла духовное знание и сделала из него вот это. Конечно, когда духовное знание попадает в руки власти мужчин, то они стремятся его скорректировать. Это логично. Это естественно. Но невозможно... Еще раз говорю. Вот это тоже к вопросу о целостности. Когда мы подходим к нашей жизни с позиции собственного ресурса, когда мы понимаем, что мы соединены с Богом, что мы имеем право на себя, на быть, на свои желания, когда мы не должны чувствовать стыд за себя, то тогда пропадает всяческое желание искать того, кого можно обвинить. Потому что мы никто, ни рептилоиды, ни злые, ни Путин, ни Обама, ни Трамп, не способны... Не способны... Не способны... Управлять нашими состояниями, нашей силой и нашим благом. Не способны. Да, не способны физически нас убить. Но практика показывает, что если ты свободного человека физически убиваешь, потом от этой религии не избавиться никуда две тысячи лет. Вот. Да. Если касаться вот таких вот отношений в общем, как удары, то очень много изменений, они-то туда другие, другие, ну там, европейцы, наши, там, американсы, а наши, а наши, там, амриканцы, а это что значит? Это снять ответственность. Ну, снять ответственность. Но нет ли здесь такого момента, о котором вы говорили чуть выше, что как раз отдают власть? Конечно. Когда получается, что если украинцы ругают от нас, они в каком смысле ничего... Они отдают? Я нам отдаю. Они поставили в зависимости от того, как мы там они. Они свое благо отдали нам. Это правда. Вот меня больше наше интересует, что вот многие там ругают, как мы так называем, там, бельковцы, там, все прочее, какого-то. Куда мы отдаем? Да, мы отдаем. Мы отдаем. И на этом основано вот все. Есть такой момент, что если с этим как-то поработать, и, ребята, ничего там нет, то есть, мы какого-то упрощаем. не надо с этим работать где-то, надо внутри себя с этим работать. Там ничего нет. Почему никто не может управлять нами? Потому что никто не обладает подключением к нашей нервной системе. Никто не управляет нашей точкой свободы внутри нас. Никто не управляет нашим источником блага. Никто не подключен к нашему центру. Мы, и только мы генерируем наши вибрации, наши колебания, наше поле, наше сознание, которое потом взаимодействует с миром. Поэтому идея о снятии ответственности человек очень много. Опять же, потеряв ощущение собственной целостности, раздав право управлять собой и собственное благо, раздав другим людям, поставив зависимость, человек всю жизнь ищет чего? Того, кто поможет ему и того, кто мешает ему почувствовать себя хорошо. Соответственно, в ход идет все что угодно. Помогает что обычно? Вещества, люди, все, к чему может возникнуть привязанность. Мешает кто? Обычно те люди, которые делают то, что человек сам себе позволить не могут. Вот это самая большая точка раздражения для человека, который отдал свое благо. На кого мы больше всего ругаемся в нашей жизни? Кто нас больше все бесит внутренне? Извините, имеете ввиду, мы разрушаем все синий людей, которые могут то, потому что мы не принимаем собственную силу. Понимаете, Путин нас бесит, например, по той простой причине, что он такой-сякой управляет нашей жизнью не так, как нам нравится. Например, а мы своей жизнью управлять не можем или не хотим. То есть у него есть какая-то сверхъестественная власть управлять нашим благом и он делает это не так, как мы хотим, а еще бы он делал так, как мы хотим. Тогда бродлития никакого не было. Вот в чем идея. Тот человек, который делает то, что мы себе не позволяем, особенно в отношении к нам, вот там-то возникает основная злость и обида всегда. Поэтому, поэтому, когда нас кто-то раздражает, это показатель того, что мы отдали ему свою силу. Когда мы кому-то сопротивляемся, мы отдали свою силу. Когда мы действуем из выживания, мы отдали свою силу. Мы всегда отдаем свою силу там, где включается выживание. Если мы хвалим кого-то, это хорошая история. Что способно помочь ощутить собственный ресурс? Есть два пути. Вот один из них это милосердие и благодарность. В чем суть? Вы не можете быть благодарны человеку, если базово не приняли его дар к себе. Татьяна не может быть благодарна Роберту, если она не научилась, хотя бы подсознательно не приняла, что она может доверять сама себе. Потому что в противном случае ее сознание будет захвачено страхом и недоверием. Роберт не может быть благодарен Татьяне, пока он подсознательно не положится. Он еще не может не осознать это. Но он не положится на то, что принятие существует безотносительно ее поведения. Даже если вы не можете вернуть, чувствовать этот собственный ресурс, если вы еще не осознали его, если вы сделаете какое-то действие благодарности, это поддержит ваш ресурс. Потому что без этого ресурса вы просто не можете это сделать. Вы опираетесь на этот ресурс, когда благодарите. Поэтому благодарность позволяет вам вернуться к целостности. Раз. Милосердие. Два. Позволяет вам вернуться к целостности. Есть люди, которые хранят обиду на какого-то человека всю свою жизнь. Конечно, неплохо осознать, что этот человек никогда не управлял вашим благом, поэтому повода для обиды нет. Но закрепить это очень неплохо каким-то действием, внутренним или внешним, которое будет сделано из целостности. А из целостности мы всегда проявляем действие сострадания или милосердия. Или благодарности. Например, родители испоганили жизнь кому-нибудь. Например, кто-то так думает. Одна из хороших практик это во-первых, представить, как если бы они вообще управляли вашей жизнью когда-нибудь, а потом сделать что-то доброе по отношению к ним, сделать что-то из благодарности и милосердия по отношению к ним. Самый простой способ представить их и поклониться им. Вы можете это сделать только из великодушия. В русском языке есть два хороших слова – молодушие и великодушие. Молодушие – это недостаток ресурса, недостаток целостности. Молодушный человек грызется за ресурс. Ты мне, я тебе, ты мне вот здесь не додал, поэтому я буду злиться, я буду как-то искать пути, стратегии для того, чтобы того и сманипулировать – мялочность. Великодушие, большая душа, много ресурса. Я могу любить обижающих меня людей, я могу подставить щеку, если меня ударили по другой щеке. Мне достаточно ресурса, чтобы не реагировать, чтобы не включаться в эту драму. Во мне этого просто настолько много, что я просто не могу включаться в это. Вот в чем разница. Вот почему великодушие, оно вот именно так называется великодушие, великая душа, большая душа. Человек находится в контакте со своим благом. В контакте со своим благом. Вернуться к своему благу мы можем с помощью внимания. Это единственный способ. Благо всегда там присутствует. Вы всегда соединены с Богом. Вы всегда любимы, вы всегда одобряемы, вы всегда соединены с другими людьми. Ни один человек не хочет на самом деле вам зла, он просто действует из своей нецелостности, если он совершает что-то неприятное для вас. Просто внимание, просто возможность опираться на это благо внутри себя, просто умение осознавать источник блага внутри вас, это тот способ, который позволит вам вернуться к полноценному существованию. Ваше тело, внутри него, как все смотрели этот ролик, как правильно молиться, ваше тело, внутри него живет не только клетки, органы, бактерии и всякая прочая ерунда, в вашем теле живет энергия, ваше теле живут и находятся многомерные слои, в которых зашиты квантовые составляющие. Это сложно, завтра будем об этом говорить. Там есть ваша душа. Она прямо в вашем теле, не в вашем мозгу. Она не где-то сверху или снизу, она прямо всегда с вами. Ваша душа, великий ангел, Бог, частица Бога всегда в вас. Либо вы осознаете, либо вы не осознаете это. Чаще всего человек, который находится не в ресурсе, но 9, он растождествлен со своим телом в каких-то моментах. Он не чувствует себя в теле, он не чувствует свое присутствие в этой оболочке. Соответственно, он разъединен с ресурсом. Если мы направляем внимание, умеем просто обращать внимание на то, что происходит в нашем теле, мы можем обнаружить внутри себя источник блага, источник силы, источник любви, источник ощущения любимости. Все то, что нам так нужно от других людей. Самый простой способ почувствовать это, это частая история в моих консультациях. Я говорю человеку, когда он находится в состоянии зависимости, я ему говорю, слушай, вот попробуй представить, что ты сам управляешь своим благом. И настроен на него. Он говорит, я не могу это сделать. Я говорю, слушай, а ты можешь вспомнить, как в последний раз ты был, например, с этой девушкой и чувствовал себя, как ты себя чувствовал. И тут я вижу, что он так расплывается в улыбке, откидывается, ему так хорошо. Я говорю, чувствуете? Да. Я говорю, а где сейчас эта девушка? Не здесь. Я говорю, а как вы это можете чувствовать? Он такой, ну. И он удивляется тем, что он может создать это состояние внутри себя, что оно его не покидало, что оно внутри него всегда есть. Внутри вас всегда это есть. Внутри вас всегда это есть. Это вообще никогда не про другого человека. Это про вашу связь с собственными аспектами всегда, с вашими частями. Вообще никогда это не было про другого человека. Даже если пришел в вашу жизнь человек, а он впервые, вы почувствовали, что вы любимые и кому-то нужны. Это вообще не про этого человека. Это ваше естественное состояние быть любимым и кому-то нужным. Вы таким задуманы. Вы таким сюда пришли. Нужным, любимым, целостным, уважаемым, творческим, сильным и так далее, свободным. Если другой человек позволяет вам это почувствовать, он просто открывает вас. Это великий дар. Огромный дар жизни. Ну, хватит его возвращать. Это не помолочное кольцо, которое надо возвращать. Это ваше, это ваше, это ваше. Всегда. Он просто открыл это в вас. Вы таким задуманы. Вы задуманы полноценно, вы задуманы любимому. Это все апеллирует опять же к этому. Я достоин любви, я не достоин любви. Дети тоже видят эту условность воспитания. Если я делаю хорошо, меня любят. Если я делаю плохо, меня не любят. Я чувствую отторжение. Если меня отторгают родители, когда я делаю что-то плохо, значит, я учусь отторгать себя, когда я делаю что-то плохо. И потом ребенок всю жизнь живет в этом диалоге с родителями, которые, возможно, уже не ведут с ним этот диалог вообще никак, но они в голове крутятся, как стратегия. Я правильно поступил или я неправильно поступил? Я должен отторгать себя здесь или не должен отторгать себя? Туда уходит энергия. Это зияющая дыра, которая откачивает эту энергию. Вот что происходит. И это довольно странный способ существования. И точно так же, как мы, как дети Бога, обретаем независимость, при этом сохраняя связь, точно так же и наши дети, здесь есть у многих присутствующих дети, точно так же и наши дети, они не немощные, они не слабые. С того момента, когда они родились, с первого их вдоха, у них есть источник блага, который, возможно, посильнее нашего, до 100% посильнее нашего. Поэтому нет никакой необходимости подменять их, как нам кажется, неокрепшее благо своим жизненным опытом. Вообще никакой необходимости. Они все знают сами. Их руководство сильнее нашего всегда, априори. Они знают, что хорошо, что плохо. Единственный способ их потом, как бы, нам кажется, что будет безопаснее, если мы их чему-то научим, если мы растождествим их с внутренним руководством и дадим им внешнее руководство. Но это не так. Это не так. Потому что мы не способны творить в их жизни. Мы не способны управлять их благом. Мы не способны управлять их точкой притяжения в их жизни. Мы не способны управлять тем, как они выберут прожить свою жизнь. Но если мы растождествуем их с их благом, мы ослабим их. Мы не поможем им. Если мы зададим условный характер нашей любви по отношению к нашим детям, мы не поможем им. Мы, наоборот, ослабим их. Мы создадим эти зияющие. Мы даже так вобьем свои клинышки вот в эту растождествленность. Я не могу быть любим миром, если я делаю что-то не то. Я не могу принимать себя, если другие люди не принимают или отторгают меня. Вот это разделение. Поэтому, когда вы воспитываете ребенка, помните, что его благо, его сила, она сильнее нашей обычно. Она чище. Его руководство мощнее. Да, он чего-то не понимает, да, его мозг, возможно, еще не настолько развит. Но самое ненужное, что можно сделать, это пытаться создать условность любви раз и заменить внешним руководством его внутреннее руководство. Не нужно этого делать. И в таком случае, если мы это понимаем, то здесь двоякая ситуация. Обычно родители же тоже ставят свое благо в зависимости от ребенка. То есть, если ребенок ведет себя так, я чувствую себя так. А если он делает что-то, что мне кажется неправильным или недостойным, я чувствую себя недостаточно хорошо. Но он не управляет вашим благом, и вы его не управляете благом никогда в жизни. Это независимый, отдельный бог, который пришел в эту реальность. Индийская пословица – родите, накормите, отпустите. Действительно так. Не трогайте его благо, не трогайте его жизненные стандарты, не трогайте то, как он должен жить. Позаботьтесь и дайте ему дорогу. Он все равно не сможет прожить жизнь для вас, а вы не сможете прожить жизнь для него. Вы не ему ничего не должны, но он и вам тоже ничего не должен. Поэтому, когда вы, я и все мы думаем о воспитании, здесь важно понять, что ваши блага никогда не были связаны. Вообще никогда. Не было ни разу такого в жизни, чтобы вы могли своим благом подменить его благо. Это индивидуальность. Она другая, она сразу целостная. Это мы можем быть не целостными, а он пока еще целостный. Не трогайте. Последняя тема, тоже для рассмотрения. Родители, пожилые родители, например, родители, которые нуждаются в уходе, родители с другим уровнем сознания, с которыми нам тяжело общаться. Такое бывает. Принцип точно такой же. Пока они живы, с ними все в порядке. Внутри них есть благо, внутри них есть намерение жить. Худшее, что мы можем сделать, это попытка пытаться заменить своим благом их благо. Позвольте людям проживать их собственную жизнь. Позвольте. И тогда они ответят самым большим даром. Они ответят... Во-первых, вы разорвете вот эту созависимость. И тогда вы подарите им свободу. Неважно, детям, родителям или партнерам по отношениям. И тогда их развитие станет более чистым, а не столкнуться с реальностью той, какая есть на самом деле, с вами чистыми, не находящимися в зависимости. Это будет лучшим катализатором для их развития. На примере отношений. Если один меняет свое поведение... Самое простое. Когда человек соединяется со своим благом, из его лексикона исчезает, во-первых, слово «должен» по отношению к другому человеку, но потом он перестает применять это и к себе. Он перестает делать то, что он должен. Начинает делать то, что он хочет. Иногда это кажется как повод для конфликта. Типа, нет, я тебе ничего не должен. Но на самом деле это повод для развития. Потому что когда должен постепенно эволюционирует в «хочу», то оказывается, что «хочу» куда приятнее, куда надежнее, куда надежнее. Куда чище и куда радостнее, чем «должен». Но вначале это может выстроить сопротивление. Это может создать какое-то отторжение. Типа, как ты мне ничего не должен? Я же там это, 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 мы все должны друг другу что-то делать. И когда человек выходит из этого связки «долженствований», то, с одной стороны, для системы и для эгрегора это крушение, вот того старого способа существования. Но потом, если потенциала хватает, происходит возвышение системы, потому что человек оказывается перед выбором. Так, мне ничего не должны. Я теряю хватку вот эту. Я теряю возможность управлять другим человеком. Я теряю созависимость. Я теряю инструменты для удержания. Я опять оказываюсь не в безопасности. И у него есть два варианта. Либо принять новый способ сознания, основанный на целостности, и быть благодарным за то, что человек делает, а не просто серия. Ты делаешь, потому что ты должен. Либо развиваться с кем-то другим. Проходить этот урок снова и снова и снова. Но когда вы меняете свое, вы даете честное и настоящее для другого человека. И лучший дар, который мы можем сделать другим людям, как это сейчас может быть ни грубо не звучит, но лучший дар, который вы можете сделать другим людям, это заниматься собой и снять с себя вот эти управляющие механизмы. Снять с себя чувство вины, чувство долга и так далее. А для других людей, которые привыкли к этому, им может касаться это болезненно, но потом они поймут это самое. Это просто и в контексте детей, и родителей вот этих межпоколенческих моментов очень важная история. Потому что когда дети снимают с себя должествование по отношению к родителям, это очень болезненно именно для нашей вот этой исторической формации. Потому что родители жили в парадигме, что я забочусь о детях, чтобы они когда-то обо мне заботились. Но эта парадигма создает очень большую травму. Понимаете, какая история? Когда они воспитали детей, для них это был финал жизни. Я сделал то, что должно. А дальше человек просто доживает. Он уже не развивается. Он уже просто ждет, что о нем будет заботиться. И когда дети говорят, а мы по факту ничего не должны, это воспринимается как то, что они разбивают им сердце. Типа, ну вот мы же всю жизнь для тебя жили. Но на самом деле в основе этого лежит большая любовь. Потому что это приглашение родителей вообще как бы жить дальше. И это вообще внутреннее желание детей не списывать родителей со счетов. Потому что вот это вот, там типа, ну вот, все хорошо, там как-нибудь там вот это, живи как-нибудь там доживай, это списать со счетов. Пока человек жив, он может развиваться, он может созидать. Поэтому заберите у других право управлять вами через должное слово. Не откажитесь от этого внутри себя. Попробуйте жить без этого. И тогда вы дадите людям дар свободы, дар управлять своей жизнью, дар целостности, потенциала целостности. Дар принятия личной силы. Это не от плохого идет. Это не от плохого идет. Но для нашей культуры, вы понимаете, которая пронизана и горизонтально, и вертикально через поколение вот этими нитями созависимости, должностования, вот эти все разрывы, они выглядят болезненно всегда. Они выглядят как драма, они выглядят как конфликты. Поэтому здесь я и говорю, что то, о чем мы сегодня говорим, это качественные изменения способа существования. Это не значит, что пропадут семьи, это не значит, что пропадет уважение между поколениями. Но представьте, как здорово, когда мужчина и женщина, у них нет в лексиконе слова «должен», но они живут всю жизнь вместе, потому что они развиваются рядом и безумно благодарны за то, что в сотворчестве созидают еще больше. Кто захочет уходить из отношений, в которых постоянно при умножении они приумножают их, их реальность, расширяется? Кто захочет уходить из отношений? Но когда реальность постоянно уменьшается, вот причина разводов. Встретились более или менее полноценные и довели друг друга до ручки. Кто захочет? Конфликты между поколениями. В ожиданиях друг относительно друга, сверху и снизу, дети проецируют на родителей, что они им что-то недодали и испортили им жизнь. Родители, нет, вы не управляете их благом, вы не управляете их жизнью. Вы сделали все, что могли. Это позволит детям обрести свою целостность и благо. Был хороший пример в одной книжке о том, что мать спрашивает у лектора, говорит, вот мой сын, у меня большое наследство, и он очень боится, что я его потрачу, поэтому у нас с ним постоянный конфликт, потому что я болею и лечусь, и трачу деньги, а он все время злится на то, что я типа трачу его наследство. Ситуация, как ни странно, к сожалению, не такая редкая, как могла бы быть. То есть она выглядит абсурдно, но у людей действительно бывают странные истории, когда человек находится в неполноценности. А если, допустим, у сына большая неполноценность по поводу собственного способа зарабатывать, то ему кажется, что источник блага и жизни, и изобилия находятся, например, у его родителей. И лектор говорит, ответьте так, я сделаю все возможное, чтобы я и мои деньги кончились одновременно, потому что я не управляю твоим благом, и я не могу созидать в твоей реальности. И лучше будет, чтобы ты это осознал прямо сейчас. Это большой подарок для ребенка. Забрать вообще у него надежду на благо внутри вас. Даже иногда на любовь. Потому что любовь, которая попрошайническая, она не является корректной. Она забирает у человека ощущение любимости, которое внутри него есть естественным образом. Это знакомо каждому родителю, когда ребенок избыточно требует внимания, и у родителей есть вилка, выбор. Сделать что-то по отношению к себе, да, или сделать что-то, потому что ребенок очень требует. Ответ очень простый. Поступайте из своего блага. Не делайте из долга ничего. Делайте из чистоты, из легкости. Потому что если вы делаете из долга, вы создаете созависимость. Внутри вашего ребенка такой же бог, такая же сила и такая же способность поощрять свое себя любимым. Вот и все. Вы ему ничего не должны. Но вы можете его любить. Исходя из вашего блага. То же самое и, соответственно, по отношению к вашим родителям. Их ожидания от вас – это их ожидания от вас. Вы можете их любить и заботиться о них и своего блага. Но делать что-то из долга иногда является подкармливанием их собственной нецелостности и попытка сказать, что они слабее, чем вы. Нет. Внутренних такой же бог. Внутри всех такой же бог. И это очень аккуратный, требующий экологии, внутренней деликатности момент. Я поэтому говорю об этом сейчас достаточно, ну, с одной стороны, прямо, а с другой стороны, аккуратно. Переезд на вот такую систему жизни, да, он займет какое-то количество поколений. Но представляете, где семья, да, и род, в котором люди благодарны друг другу, в которых люди не списывают друг друга со счетов, в которых люди совместно развиваются, в которых люди радуются совместно, да, в которых люди сотворяют, они просто виснут друг на друге в попытке вот этого выживания, да. Какое качество отношений? Какое качество отношений может проявиться? Вот. Это послание о целостности, как горизонтальной, так и вертикальной. Но самая главная о целостности, она всегда между вашими отношениями с подлинным собой, с вашим высшим я, с богом. Потому что если вы до сих пор ощущаете условность, любимость и право на себя, право на жить, право на чувствовать себя достойным, право на чувствовать себя любимым, право на выражать себя, все эти вещи, право на принимать себя, право на доверять себе, то все эти вещи, они… Все остальное неважно. Во всех отношениях, что родовых, что горизонтальных, то есть с друзьями, с партнерами, вы будете попадать в то же самое, что не решили в отношениях между собой и богом в себя. Поэтому вот куда нужно смотреть, вот куда нужно думать. Мы ничего не перепрошиваем, мы расширяем потенциалы, мы расширяем возможности, мы расширяем восприятие. Человек – это не флешка, человек не изменяется через гипноз, человек всегда стремится к более чистым, более свободным и более любящему состоянию. Если мы отодвигаем страх и видим вариант, в котором мы можем ощущать себя любимыми, мы больше не захотим ощущать себя нелюбимыми. Для этого нужно решение, для этого нужно внимание к этому, для этого нужно определенное количество практики, чтобы просто помнить об этом, чувствовать это в теле, находить это. Но переход происходит естественно, переход всегда происходит естественно. Это не работа, это внимание, это взносы на вибрационный депозит, скажем так, на счет ваших банков. Каждое действие из нецелостности порождает, усиливает нецелостность. Вы кладете на чашу весов нецелостности. Что бы вы ни делали – заработок денег, благородные поступки, благотворительность, помощь миру, забота о близких. Все, что идет из нецелостности, усилит эту драму, потому что это кладется на чашу весов, и она со временем перевесит. Вот в чем история. Именно поэтому мать Тереза умерла несчастной. Она сказала, «Бог оставил меня. Я не верю вообще в его существование, сомневаюсь». Потому что зияющая пустота внутри нее вела ее по жизни. И это создало ее еще более нецелостно, чем изначально. Хотя она помогла людям, возможно. Потому что ее система верований была на растождествление, на очень жесткой аскезии. Я не имею права на отношения, я не имею права на изобилие, я не имею права на чувство себя достойной и так далее. Она инвестировала из этой энергии. Она инвестировала действия, исходя из этой энергии. И ее чаша весов укреплялась. Действуйте из целостности. Наблюдайте эти ощущения в себе. Вы находитесь в динамике, в коммуникации с другим человеком, с вашим партнером по отношениям, с вашим близким, с вашим боссом. И это же очень, знаете, на что похоже. Есть такая детская... Ну, на любой площадке есть такие качельки, да? Есть такие качельки. Вот сидите вы и другой человек. Пока вы, до тех пор, пока вы не осознаете себя, другой человек перевешивает. Он управляет вами. Вы висите, вы подвешены на нем. Вот он сидит, а вы... Ваше внимание на нем. Он управляет вашим благом. И у него сила. Он... Вы подвешены на его качелях. Что? Ну да, надо просто сейчас ее наклонить. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Возвращайте внимание в себя. Динамика меняется. Всегда, сразу же. Потому что там, где ваше внимание, там вы, там ваша сила. Если вот вы находитесь напротив человека, да? Приходите к начальнику просить повышения, да? Если в начальнике сосредоточена ваше благо и ваша сила, то в интересах вселенной вам это повышение не дать. Потому что вы инвестируете не в себя. Вы не инвестируете. Вы энергетически выглядите слабым, да? Вы энергетически выглядите недостойным улучшения, там, например, каких-то показателей в жизни. Поэтому вы не ощущаете свой ресурс, вы не ощущаете себя достойным. Почему жизнь должна сделать что-то, чтобы вы это почувствовали, пока вы это не почувствовали? Нет. Соответственно, если вы в этой коммуникации, в любой коммуникации, в которую вы впадаете в зависимость, просто начинаете ощущать себя, не нужно даже никакой практики. То есть просто ощущаете свое тело, ощущаете свое благо. все эти свой спокойствие внутри тела это все есть где вы чувствуете спокойствие где вы чувствуете любовь где вы чувствуете ресурс где вы чувствуете личную силу вы это находите в это ощущаете где вы чувствуете себя достойным то динамика изменяется тотчас же то есть прямо в моменте общения вы можете изменить динамику вернув себе внимание и вернув себе внимание вернув фокус внимания в свой центр это тоже называется центрированный человек человек не центрированный раздает свою силу всем остальным людям через свое внимание это способ жизни начальники любимые родители дети у человек живет целый день да вот там есть родители дети любимый человек и начальник да и подчиненный он всем раздал свою силу он он все могут управлять им подчиненные срывают сроки начальник ругается жена пилит родители недовольны дети капризничают все они управляют его благом его внимание на всех них он сам не ощущает себе ресурс он сам не соединен со своей целостностью его жизнь он опять же подвешен на реакции других людей вопрос что вообще должно заставить его чувствовать себя счастливым да не что да не что когда он возвращает внимание в себя и начинает находить свои собственные ресурсы он обнаружил чтобы чувствовать что чувствовать себя спокойным это вообще не про других людей чтобы чувствовать себя любимым это вообще не про других людей чтобы чувствовать свою силу это вообще не про других людей чтобы чувствовать свое достоинство это вообще не про других людей это не про их действие это про его состояние ваш центр всегда внутри вас пока вы направили пока вы его осознаете пока вы его осознаете он расцветает он он дает вам устойчивость он дает уважение стран других людей он дает любовь но как только вы его теряете фокус внимания и пытаетесь проецировать его на других людей то тогда и мир становится с ног на голову вас переворачивает вас поднимает вы теряете вот это ощущение и контроля на своей жизни контроль над своими чувствами и так далее центрированность как способ найти свой собственный ресурс не найти а просто обнаружить его обнаружить внутри себя центрированность это то чему я в принципе учу это основная техника и практика это не не психотехнологии это не магия это не эзотерика это внимание внимание которое сфокусировано на ваших собственных ресурсах ресурсы бывают нескольких типов то ресурсы связи ресурсы возможностей и ресурса состояний все эти ресурсы они всегда присутствуют вас в вашем поле вы всегда можете обратить а получить доступ к ним если вы направляете туда свое внимание у вас всегда достаточно выбор вас всегда и связи вас всегда есть состояние которые вам нужны они всегда хранятся в вашем теле но чтобы их когда-то испытывали способ существования в полноценного человека работающего на сто процентов до способ существования единички они они 0 9 вот в чем история способ существования человека который которому не нужно не воевать за ресурс а есть что разделить с другими людьми вот эта информация сейчас для тех кто занимается психологией вот есть разница между психологическими подходами 99 процентов процентов всей такой популярной психологии занимается попытками отвоевать ресурс у других людей попытки сделать что-то чтоб почувствовать что-то Попыткой стать кем-то, чтобы получить какое-то отношение к себе Или какие-то ресурсы от других людей Это горизонтальная психология Она связана с войной за ресурс Просто по психологической тематике Но есть еще вертикальная психология Есть осознание подлинной природы человека Как существо, которое никогда не терял связь с безграничным источником блага и силы Никогда ее не терял Он ее блокировал, саботировал, отказывался Терял из поля зрения Но никогда ее не терял на самом деле И этот источник всегда готов питать Это изменение качества сознания Не обязательно каждый из вас может это ощутить сразу полностью в жизни И нет такой задачи Но сама идея и сама возможность примерить на себя такой способ мышления Она может откликнуться чем-то другим в вашей жизни Она может откликнуться новым измерением свободы Новым возможностью для любви Она может откликнуться выходом из драмы Она может откликнуться ощущением независимости от тягостных чувств другого человека рядом с вами Такое бывает, что мы страдаем, потому что кто-то рядом страдает Она может откликнуться возможностью жить иначе в плане своей эмоциональной жизни Жить более чисто, жить более радостно Она может откликнуться вообще ощущением себя наконец-то достойными, любимыми То есть выход из вот этого чувства вины, стыда, самоотторжения Вот все это лежит за очень простой дверью За очень простой дверью доверия внутренним ресурсам Доверия себе, осознание того, что это есть внутри вас как состояние За дверью центрированности За дверью внимания Направления внимания Какая идея лежит в основе вашей жизни, так вы и живете Такое качество в вашей жизни есть Это всего лишь идея, это всего лишь установка Вы исходите из своей наполненности или из своей недостаточности Вы исходите из того, что у вас всегда есть эта связь Или исходите из того, что эта связь условная и включается только тогда, когда вы делаете все правильно Первый способ дает стабильность, изобилие, радость и исцеление Второй способ создает конфликты, болезни, ссоры И непродолжительную и не очень качественную жизнь Вот это разница между подходами Я приглашаю вас примерить это на себя Я приглашаю вас почувствовать вкус и возможность Так жить, так строить взаимоотношения Потому что это все про взаимоотношения Без взаимоотношений мы бы не обнаружили целостным или не целостным Даже взаимоотношения с собой это такие очень важные отношения Которые мы проецируем на других людей Если вы захотите туда пойти, то вы уже туда пришли Потому что больше назад в менее осознанное состояние вам уже не вернуться Вот это самая такая парадоксальная вещь Если вы это услышали, вы уже не сможете жить по-старому Можно? Как отношения должен поменять на хочу В случае немощного родителя Который требует физического плана Есть разница Во-первых, давайте начнем с того Никакая ситуация в нашей жизни не дается нам То есть она всегда сделана для нас Она всегда сделана в сотворчестве И она не является избыточной То есть у нее всегда есть выход, проще говоря Раз Два Если вы любите человека Ему нужна помощь Вы ее даете Но если ваше благо находится в заложниках у этого человека Вы чувствуете себя несвободным Вы чувствуете себя должным Вы чувствуете вину Вы чувствуете стыд и самоотторжение То у вас не возникает никакого желания о нем заботиться Поэтому ответ очень простой Уберете вину и долг, стыд и необходимость И вам захочется о нем заботиться Из свободы Из свободы Это разница Это разница Человеку великодушному То есть освобожденному от самоотторжения И имеющему доступ к своим ресурсам Свойственно заботиться о других людях Человеку малодушному То есть человеку зажатому в ограничениях Не свойственно заботиться о других людях Потому что у него собственного ресурса нет Поэтому если так получается Что нужно заботиться о ком-то То поймите, что это не ограничивает вашу свободу, это не ограничивает вашу право на себя, на жизнь и тогда оттуда уйдет вот это сопротивление и тогда возможно жизнь создаст варианты и сценария, в которых вы сможете сделать это еще проще. Это раз. Второй вариант. Вполне часто бывает так, что болезнь другого человека как раз таки нам и дается для того, чтобы мы смогли что-то осознать о себе поэтому нередки случаи исцеления, если вы высвобождаетесь. Здесь еще есть компонент не только то, что я должен делать, а еще и компонент сострадания. Типа, ах, как плохо, что с тобой такое произошло. Не сострадание, а жалости вот этой. Если тебе плохо, то и мне плохо. Тоже такое бывает. Не помогает вообще ни разу. Если человек болеет и вы видите в нем больного человека, вы просто говорите, так, ты болеешь, я еще проинвестирую, да, ты болеешь. Я закреплю это в твоей реальности. Не надо. Не надо. Лучший способ помочь человеку, это видеть его здоровым, больному человеку. Лучший способ помочь немощному человеку, это видеть его ресурсы и поступать с ним, как будто у него есть эти ресурсы. Помните фильм «Один плюс один»? Да. Вот. Все. Ответ такой. Он не мог, не мог не пойти, потому что если ты действуешь из доверия, ты действуешь из доверия. Я, потому что физическая сила была, физическая сила, как раз право, было получение. Для чего они ее применили? Во-первых, это сотворчество. Это сотворчество, которое нужно было планете. Во-вторых, Иисус, все-таки, надо понимать, что это было, это некое воплощение коллективной души, то есть это было, ну, это не, это не индивидуальный человек с обычной кармой человеческой, да, то есть это, это пример, это метафора, да, воплощенная в жизни. И суть этой метафоры была показать торжество духа над материей, торжество доверия над выживанием. Ты не можешь одновременно говорить о любви Бога, о своей вечности, да, о своей неуязвимости духовной и защищаться. Если бы он начал защищаться или проявлять свои способности для того, чтобы остановить их, что в нем породило бы это желание? Страх. Вопрос, Иисус ходил вместе со страхом или не ходил вместе со страхом? Все его учение о любви и о вечности было бы опровергнуто, если бы он пошел вместе со страхом. Это невозможно. Ты не можешь учить любви и действовать из страха. Невозможно. Вопрос. Вы findинка. Вопрос. Продолжение следует...